Всем привет! Сегодня разговор про смазку. В основном про конкретную смазку, но и затрону ее сравнение с остальными. Мне, как любому владельцу складных ножей, требуется смазка для того, чтобы время от времени проводить обслуживание ножа. Хочется, чтобы клинок, как говорится, летал, работал идеально, и для этого требуется какая-то смазка. От смазки требуется, во-первых, хороший непосредственно смазывающий эффект, то есть, чтобы смазка обладала хорошими антифрикционными свойствами, и, во-вторых, она должна быть удобной в применении. Мне хотелось какую-нибудь смазку, которая будет позволять производить смазывание без полной разборки ножа. Соответственно, вот такое масло уже оказывается очень неудобным. Точно так же неудобным оказывается и что-то вроде солидола или каких-то других вариантов. Удобно было бы использовать какой-нибудь аэрозойный вариант вроде WD-40, ну или WD-40, или какую-нибудь вот такую силиконовую смазку. Но проблема в том, что ни то, ни другое. Вернее так, силиконовая смазка хороша для резиновых каких-то покрытий, для уплотнительных втулок и всего остального, но она не очень хорошо подходит для смазки ножа. А WD-40 вообще, строго говоря, смазкой не является и опять-таки в качестве смазки подходит, мягко говоря, не очень хорошо. И в итоге вышел я вот на такой вариант. Это фирма Presto, PTFE Spray. Ну, Teflon это название права, на которое принадлежат фирме DuPont. Ну, а само вещество поли-тетрафторэтилен, он же фторополимер, он же фторопласт-4, он же вот такая аббревиатура PTFE. Так вот, сам этот поли-тетрафторэтилен выпускается многими фирмами. В данном случае, сам порошок, частички поли-тетрафторэтилена, иначе говоря, тефлона, насыпаны в этот баллон и здесь же какой-то растворитель, в котором эти частички плавают. И растворитель позволяет донести тефлон до смазываемой поверхности. Потом растворитель высыхает, а тефлон остается. В общем, совпали. Самый эффективный смазывающий материал, самая эффективная смазка, которая в мире существует, у поли-тетрафторэтилена, насколько я знаю, самый низкий коэффициент трения. Даже меньше, чем у тающего льда. Так вот, самый эффективный антифрикционный материал в данном случае совмещается с удобной аэрозольной формой применения. Получаем смазку, которая действительно является смазкой, дает долгосрочный эффект. И помимо того, что сама по себе смазывающая способность очень высокая, есть еще одно достоинство. Эта смазка не оставляет такой маслянистой пленки, которая работает как мусоросборник в случае, например, вот с такими маслами или в случае с какими-то густыми смазками. В данном случае вот этой долгосрочной маслянистой пленки не остается. Ну и в связи с этим на смазанную поверхность не садится таким образом. Вернее, так сильно пыль, песок не прилипает и так далее. Это, кстати говоря, хорошее достоинство смазки, особенно для таких пользователей, как, например, велосипедисты. Если смазать велосипедную цепь, то песок не будет так сильно налипать. В песок и всякая грязь. Ну, если говорить непосредственно о моем применении, то основное ножи. Вот этот нож изначально открывался и закрывался не очень хорошо. Сейчас клинок, как говорится, летает. Понятно, что есть ножи, которые это делают намного-намного лучше, но тем не менее. Здесь нет никакой дистанционной втулки. Клинок просто зажат между лайнерами. Зажат, кстати говоря, весьма и весьма неслабо. Здесь сейчас отсутствует какой-то люфт, потому что зажал я его жестко. И, несмотря на такое жесткое зажатие клинка, он открывается весьма неплохо. Так что, для ножей работает очень хорошо. Ну, естественно, я пробовал и в других бытовых ситуациях. Тот же Апекс смазывал направляющий, ходит теперь просто замечательно. И дело даже не в том, что замечательно ходит, а здесь нет вот этой грязной пленки. И эффект сохраняется очень-очень долго. Так что, в этом это применение меня также полностью устроило. Ну и вообще, в быту найдется много вещей, которые требуется смазать множество узлов. У меня, например, вот такой консервный ключ, которому лет 25-то точно есть, а может быть и больше. Нашли его где-то в гараже, он находился в нерабочем состоянии. Ну, давайте так, я сейчас врежу отрывок, где покажу, что было и что стало. Еще одна задача. Нашелся вот такой старый консервный ключ. Он должен бы нормально в этом шарнире поворачиваться, но делает это с большим трудом. Он уже весь такой подзакисший, подзаржавевший. Ну, попробую решить эту проблему с помощью данной смазки. Ну и вот сейчас, после смазывания, этот ключ работает идеально. Плавная работа, мягкая работа. Он, ну вот, под собственным весом спокойно перекатывается, работает теперь без всяких проблем. Смотрится по-прежнему страшно, но работу свою выполняет исправно. Причем получше, чем современные китайские аналоги. И, кстати говоря, отсутствует вот та самая маслянистая пленка, на которую будет садиться всякая пыль. С виду поверхность кажется сухой, но, тем не менее, эффект от смазки очень хороший. Еще один вариант применения, который я пробовал, это вот такой вот страйкбольный привод. Использовал для смазывания ствола и для смазывания внутренних механизмов. Результат тоже отличный. В общем и целом получается, что по большинству таких задач, в которых необходимо смазать две металлические поверхности или поверхности, в которых сочетаются металл и пластик, смазка работает очень хорошо. Рабочий диапазон у тефлона обычно указывается от минус 70 до 270 градусов. Здесь производитель указывает максимально 250. Здесь, кстати говоря, имеется инструкция на русском языке. Кто хочет, может нажать на паузу и прочитать. Ну а если подвести итог, то смазка очень хороша, очень удобна. И я не думаю, единственное, что это достоинство именно вот этой смазки фирмы Presto. Наверняка другие варианты, а их, кстати говоря, существует очень много. Вот других производителей на основе тефлона, они тоже должны работать. Ну, по крайней мере, среди них должны быть те, которые работают очень хорошо. Так что советую обратить внимание на тефлоновые смазки. Мой опыт на данный момент очень положительный. Всё, всем спасибо за внимание и до свидания. До свидания. С eu five.